Всем привет! Вы снова на канале Европлант Лайф. Меня зовут Алена Денисова, и я ландшафтный архитектор. Сегодня мы с вами поговорим о новых тенденциях в ландшафтном дизайне. Итак, поехали! Первый пункт нельзя назвать совершенно новой тенденцией, однако сейчас ей стало уделяться все больше внимания. Это гармония между домом и садом. Я говорю не только о соответствии экстерьера дома дизайну сада, я думаю, всем очевидно, что рядом с домом в классическом стиле странно видеть сад в стиле хай-тек и наоборот, но и о размытии границы между домом и садом, когда сад как бы является продолжением дома. В чем это может выражаться? Например, в использовании в интерьере и экстерьере сходных по фактуре и цвету материалов, в похожем настроении в доме и саду. Второй пункт является продолжением первого, создание места для посиделок и отдыха на улице. Нельзя сказать, что раньше не делали террасу и площадок с костровищем, но сейчас к этому подходят более ответственно. Летнюю кухню теперь обустраивают с максимальным комфортом. Здесь и барбекю, и электричество подведено, и вода, чтобы не бегать в дом. А на террасе уже не пластиковые стульчики, а красивая садовая мебель, гамаки и качели. Также все больше людей хотят обустроить в саду место для занятий йогой и медитацией, для занятий спортом. Третий пункт, опять-таки, является продолжением предыдущих двух. Это перголы. Но не те, к которым мы привыкли, скромные решеточки у забора или арочки, а массивные перголы над площадками для отдыха и террасами. Опять же важно, чтобы пергола подходила по стилю к экстерьеру дома. Как раз в этом случае она будет работать на расширение пространства дома и создавать дополнительный объем в саду. Кроме того, комфортнее и уютнее находиться под такой условной крышей, чем на открытом пространстве. Четвертый пункт, яркие цвета у садовых объектов. Разумеется, яркие цвета могут относиться к цветникам, например, но я сейчас говорю именно про мафы и мебель. Яркая мебель – это мощный акцент, сразу привлекающий к себе внимание. Особенно она радует в пасмурную погоду, которая у нас, как известно, бывает нередко. Пятый пункт – использование текстиля. Это относится и к мебели, лучше всего, если это будут подушки, которые можно быстро убрать в случае дождя, и, например, к оформлению террасы или беседки. Кстати, возвращаясь к предыдущему пункту, текстиль тоже может быть ярким. Разумеется, это должна быть ткань, устойчивая к непогоде и выгоранию. Шестой пункт. Теперь поговорим про планировку. В последние годы в тренде геометричность и четкие линии. Несмотря на то, что может показаться, что такая планировка будет уместна только на фоне ультрасовременной архитектуры, это не так. Кроме того, геометричность может быть и не абсолютно квадратной. Это может быть сочетание прямых и искривленных линий. Самое главное тут – не увлечься и не забыть об удобстве. Перпендикулярные дорожки – это, конечно, хорошо, но только когда они обоснованы. Иначе будет велик соблазн при ходьбе срезать углы по газону. Седьмой пункт – минимализм. Это использование небольшого количества пород растений, использование неброских практичных материалов, таких как бетон, например. Строгая планировка. Восьмой пункт – монопосадки. То есть посадки массивов из одной или нескольких похожих пород растений. Такие посадки выглядят очень эффектно. Кроме того, уход за ними гораздо проще, чем за сложными разнопородными группами. Девятый пункт – продолжим тему растений. Сейчас очень популярны так называемые архитектурные растения. То есть те, которые привлекают к себе внимание выразительной формой кроны, необычной формой соцветий или плодов, изяществом. По этой же причине в последние годы такую популярность обрели злаки. Хотя, конечно, речь не только о них. Десятый пункт. Нельзя не сказать про очень популярные сейчас цветники новой волны. По задумке Пита Удальфа, а именно он главный вдохновитель цветников новой волны, они должны отчасти имитировать цветущий лук, создавать впечатление естественного растительного сообщества. Если вы посмотрите на такой цветник, то, скорее всего, ваш взгляд не задержится на отдельном растении. Несмотря на то, что в таком цветнике может быть несколько десятков наименований пород растений, он ощущается как единое целое. Одиннадцатый пункт. Про растения немного поговорили, перейдем к материалу. Большой популярностью пользуется нынче металл в благоустройстве, особенно картен. Это сталь с защитным слоем ржавчины, которая, как ни парадоксально, препятствует коррозии. Картен может применяться и без дополнительной обработки поверхности, а также не требует обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Выглядит материал очень эффектно и может использоваться для подпорных стенок, декораций, садовых скульптур. Для всего на что-то хватит фантазии. При правильном сочетании с растениями он может давать невероятный эстетический эффект. Двенадцатый пункт. Дерево. Материал, мягко говоря, не очень новый, но ему иногда находится небанальное применение. В архитектуре сейчас применяют такие хорошо забытые приемы, как деревянная дранка и обожженное дерево. Не из самых распространенных приемов устройство подпорных стен из дерева, хотя стоимость их вряд ли будет ниже стоимости устройства стенки из бетона или натурального камня. Ну и тут же можно упомянуть композитную террасную доску, которую можно использовать не только для террас, но и для облицовки тех же подпорных стен и фасадов. Тринадцатый пункт. Габионы. У многих они ассоциируются исключительно с промышленным благоустройством и благоустройством дорог. Хотя при использовании аккуратных габионных коробов и их заполнении самыми разнообразными материалами, они могут быть весьма декоративными, уж точно не хуже надоевшего натурального камня. Из габионов можно сделать подпорные стенки, заборы, декоративные борта и скамейки. Четырнадцатый пункт. Если от классических огородов сейчас все чаще отказываются, то маленький декоративный огородик с парой аккуратных грядок под зелень хотят иметь многие владельцы участков, даже далекие от огородничества. Многие не готовы посвятить много времени выращиванию овощей, но вырастить немного зелени для салата под силу каждому. Главное не забывать уделять внимание и оформлению грядочек, тогда огород будет не только полезным, но и красивым. Пятнадцатый пункт. В наш век социальных сетей хорошая фотка на вес золота, поэтому многие задумываются о том, чтобы сад был потенциально лайкательным. Конечно, красивый и гармоничный сад и так весьма фотогеничен, однако если вы заядлые пользователи Инстаграма, то почему бы не предусмотреть несколько специальных селфи-мест. Шестнадцатый пункт. Последний по счету, но не по значимости. Это малоуходность. Даже те немногие люди, которые готовы посвятиться уходу за садом все свое свободное время, вряд ли откажутся хоть немного облегчить свою задачу. А уж те, кто на участок приезжает только по выходным, и вовсе не горят желанием убиваться над каждым сорняком. Несмотря на обилие садовой техники, многие вещи в саду не сделают иначе, как вручную. Многие стараются минимизировать уход за садом, и это вполне в духе времени. А вот как создать сад малого ухода, мы поговорим в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...